Зеленая экономика Подразумевает эффективное использование Ресурсов, в том числе и водных Аким области подписал меморандум О взаимопонимании с компанией Виолия Дариган Назарбаева Попросила Генеральную прокуратуру Тщательно разобраться в деле осужденного Учителя физики Юрия Пака А защитник педагога заявил О подлоге аудиозаписи и процессуальных Нарушениях Осмотрел бы сервер Где была записана Аудиозапись Протоколом бы закрепил бы Хэш-суму Цифровой код записал бы Протоколе этого присутствия понятых Заархивировали бы эту аудиозапись И отдали бы на хранение ЦОУ УВД Вот это было бы вещественное доказательство С которым можно было образно выражать Снимать вот миллион копий И все бы эти копии были бы вещественным доказательством В Карагандинском государственном университете С лекцией выступил Первый заместитель председателя партии Нур-Утан Мухтар Кул-Мухаммед Тема лекции достижений страны за 25 лет независимости В течение 25 лет мы прошли путь Без всякого преувеличения равной столетия Аким Карагандинской области Нур-Мухаммед Абдибеков Подписал меморандум о взаимопонимании С руководителем французской компании Виолия В нашем регионе компания займется реализацией Проектов в сфере водоочистки Управления отходами и энергосбережения Компания Виолия является мировым лидером В сфере водоочистки, водоподготовки Управления отходами, энергосбережения И представляет решения Как для частных клиентов Так и для государственных учреждений 4 августа глава региона Уже встречался с представителями фирмы Спустя два месяца Для подписания подготовлен специальный меморандум Нур-Мухаммед Абдибеков Сообщил, что на повестке дня Главный вопрос – это эффективное Энерго и ресурсосбережение И в этом контексте, конечно, мы Здесь, проводя работу по реконструкции Имеющейся у нас системы водоснабжения Населенных пунктов Хотели бы эту модернизацию осуществлять На базе передовых технологий Президент компании Виолия Азия Режис Калмельс отметил, что Они предоставляют множество услуг От проектирования, строительства и монтажа Различных установок До организации энергоэффективности В сетях водоснабжения И все это готовы реализовать На карагандинской земле Виолия, как вы знаете, является Первым мировым лидером в сфере Охранной охраны и окружающей среды У нас есть многочисленные проекты Каждый месяц подписываем новые проекты Как с промышленными клиентами Так и с муниципалитетами И наша деятельность, конечно, сосредоточится На области сохранения ресурсов И деятельность экологических ограничений Глава региона Анур Мухаммед Абдебеков Отметил, что меморандум подготовлен Тщательным образом А дальнейшее сотрудничество Будет полезным для обеих сторон Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков Андрей Тимофеев Первый карагандинский В Карагандинской области Объявлены выговоры чиновникам Первый заместитель Акима области Сулбек Дюсибаев Провел областное селекторное совещание По итогам строительства Социально значимых объектов В ходе совещания Руководителем управления строительства Было озвучено, что в текущем году Предусмотрен ввод в эксплуатацию 38 объектов Из указанного количества На сегодняшний день Введены в эксплуатацию 32 объекта Три школы, один детский сад Реконструкция школы-интерната Из запланированных 27 врачебных амбулаторий Введены в эксплуатацию 26 До конца текущего года Планируется ввести еще 6 объектов Социального значения Это строительство врачебной амбулатории Селесии и Пулиношевского района На данном объекте Строительный монтаж работает все выполнены Объект не изданного эксплуатации В связи со срывом сроков поставки Технологического оборудования Данное оборудование в дороге В этой неделе мы его смонтируем И объекты это зададим тоже Далее строительство Общепоживательной школы на 1200 мест В городе Караганда, микроволен Кендала Строительство начато в 2015 году Сумы выполнены на 100% Объект полностью укомплектован Технологическим оборудованием На данный момент на объекте ведутся работы По строительству внешних инженерных сетей В ноябре текущего года Все работы будут завечены Объект также будет ждан в эксплуатацию По итогам совещания За различные упущения в работе В том числе за срыв сроков ввода В эксплуатацию объектов строительства Объявлены дисциплинарные наказания Ряду государственных служащих Выговор заместителю Руководителя управления строительства Жану Морзагали Также выговоры получились Заместитель Акима Шетского района Мухит Мухтаров И заместитель Акима города Сарань Мейрам Кожухов За Несное время вводную эксплуатацию Данное семейное врачебное амбулаторие За недолжный контроль За строительством детской больницы И Не Полную работу С национальным полным Объявляет замечание Руководителя управления строительства Устная И Сабаеву Соответствующему заместителю Объявляется Рудовая За некачественную работу В части использования механизма Финансирования жилищного строительства А также за срыв сроков окончания работ По ремонту автомобильных дорог Акиму Караганды Предложено в недельный срок Рассмотреть соответствие занимаемой должности Заместителя Акима Караганды Скажем так На грани риска Не позволяя соответствующей технологии Укладывают асфальтобетонное покрытие Нурлан Рябович Прошу рассмотреть После 15 числа Если не успеете Дисциплинарное взыскание Вашего заместителя Камаханова В случае Одной жалобы Поступления жалобы От общественности Или от населения Рассмотреть соответствие Занимаемой должности Кроме того Салбек Дуисибаев Дал поручение Руководителям Областных управлений Строительства Пассажирского транспорта И автомобильных дорог Акиму Караганды Выйти с инициативой На правоохранительные И надзорные органы О проведении проверки Рисковых в коррупционном плане Объектов строительства И ремонта В том числе Ремонта дорог в Караганде Необходимо Управление строительства Выйти с инициативой Тоже было На правоохранительные органы С проверкой Сотрудников И объектов По которым у нас Умеются риски Или не освоение Или где уже освоено Где все подписано Еще раз все это перепровели Андрей Тен Андрей Тимофеев Первый Карагандинский В деле осужденного За лжетерроризм Учителя физики Неожиданный поворот За него заступилась Дариган Назарбаева Накануне стало известно Что депутат Сената Обратилась к генеральному прокурору Казахстана Она призвала разобраться В деле учителя Юрия Пака Между тем Адвокат педагога И его супруга Провели пресс-конференцию Для журналистов Они подробно рассказали О процессуальных нарушениях Сегодня адвокат осужденного И его супруга Прокомментировали резонансный приговор По словам Сергея Якима В судебном деле Есть результаты пятой экспертизы Она гласит Что изменение объемов аудиофайла Существенно влияет на запись Правозащитник уверяет При проведении голосовых экспертиз Произошло изменение Ведь в документах Четко написано Что эксперты каждый раз Исследовали одну и ту же запись На одном и том же диске Но в разных объемах То есть запись несколько раз Сжимали После того, как мы установили Что в Алма-Ате После Караганды Дважды был изменен Цифровой аудиофайл Цифровой код записи Мы подали заявление Ходатайство О признании этого Вещественного доказательства Недопустимым доказательством По делу Однако суд Проигнорировал это Адвокат считает Что в деле Произошел подлог Главная улика Перестала быть главной Ее намеренно Изменили Сжимали Монтажа при этом Не было Соглашается правозащитник Следующим процессуальным Нарушением Он называют Истребование судом Аудиозаписи ИСО Для проведения Четвертой экспертизы Вот странным образом Когда Алмата Проводит экспертизу Объем этой аудиозаписи То есть Единственная Аудиозаписи Которая имеется У следствия Совпадает с объемом Аудиозаписи Истребованной судом Как это получилось Совпадает объем Аудиозаписи И совпадает Цифровый код Ну мы все здравые люди Все мы Где выводы делать Кто это сделал И как это произошло Я не буду даже предположения Высказывать Поскольку это очень серьезно По словам адвоката В пользу невиновности Пака играют Официальные документы Это справка От сотового оператора Теле-2 В ней написано Что длительность звонка С мобильного осужденного Длился всего 6 секунд К тому же В документе Значится Что оператор Заплатил Казахтелекому Всего за 6 секунд А кто платил 2 минуты 42 секунды Если сотовый оператор Говорит Ничего подобного Господа Мы платили Ровно столько Сколько Зафиксировала аппаратура Все Больше денег Мы не платили Сейчас семья осужденного Ждет апелляционного процесса Адвокат пояснил Что подаст заявление 18 октября А Ямамрина Исламбек Успан Андрей Тимофеев Первый Карагандинский К другим новостям За 25 лет независимости Казахстан сумел достичь Небывалых высот Об этом в Караганде Говорил Мухтар Кулмухамед В Карагандинском Государственном университете С лекцией выступил Первый заместитель Председателя партии Нур-Отан В течение 25 лет Мы прошли путь Без всякого преувеличения Равной столетии Такое заявление Сделал первый заместитель Председателя партии Нур-Отан Мухтар Кулмухамед На встрече со студентами И преподавателями Карагандинского Государственного университета 25 лет независимости Республики Казахстан Этой теме И была посвящена Лекция Мухтара Кулмухамеда Он рассказал Что последняя четверть века Была насыщена Различными событиями Имеющими большое значение Для страны И ведущая роль Во всех этих событиях Была отведена Первому президенту Этот человек На самом деле Стоял у истока У истока Не только создания Нашей страны И он Поистине является Таким же Политическим лицом Каким является Джордж Вашингтон Для всех американцев Отец Основатель государства Первый Президент Нашей страны Эти заслуги Я говорю Без всякого преувеличения Потому что 90-е годы Старшее поколение Прекрасно знает Каким был Казахстан И какая политическая Обстановка Была в нашей стране Один неверный шаг Одно неверно Принятое решение Могло бы привести Политические катастрофы Главным достижением Главы государства Мухтар Кулмухамед Назвал мир Отсутствие вооруженных конфликтов В качестве примеров Он привел Многочисленные Кровавые события 90-х В большинстве стран Бывшего Советского Союза И все же Для Казахстана Тоже не все Шло гладко Начиная даже С принятия Конституционного Закона О независимости Лектор Рассказал О спорах Которые возникали Среди депутатов Верховного Совета Казахской ССР В декабре Среди депутатов И вот тогда Когда депутатский корпус Заходит Тупик 16 декабря После обеда Появляется В Верховном Совете Вновь избранный Президент Казахстана Нурсултан Абишич Назарбаев Приходит И выступает И объясняет Что без Объявления Независимости Наша страна Не будет признана Ни с одним Государством мира Далее последовали И другие Значимые события Как то Принятие Национальной валюты Теньги Приватизация Государственных активов Привлечение Иностранных инвесторов И многое другое В конечном счете Все это позволило Создать Социально ориентированное Государство Заявил Мухтар Кул Мухаммед Студенты И преподаватели Ведущего Университета Карагандинского региона Получили возможность Рассмотреть вопросы Связанные С дальнейшими Перспективами Государственного Строительства Казахстана Суть которых Формирование Наций Единого Будущего Для успешного Вхождения Республики В число 30 наиболее Развитых Стран Мира Андрей Тен Олжас Габасов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский В Караганде Стартовал Трехдневный Международный Семинар Для судей По дзюдо В мероприятии Принял участие Японский дзюдоист Чемпион Олимпийских Игр Кавагучи Такао Рефери из Казахстана Кыргызстана Узбекистана Южной Кореи И Ирана Сначала посетили Теоретические занятия А затем Встретились На татами Их конечная цель Получение статуса Судьи Международного Класса Семинар Стартовал 11 октября В центре бокса Имени Серикасапиева Судьи Сдают экзамены По двум категориям На это мероприятие Приглашены Иностранные Специалисты Утвержденные Международной Федерацией Дзюдо Семинар Проводят Олимпийский Чемпион Кава Гучи Такао Директор Судейской Комиссии Международной Федерации Дзюдо Муамер Аль Муамер Члены Судейской Комиссии Международной Федерации Дзюдо Мун Вон Бэй И Нагманжан Мирзам Ханов Среди экзаменуемых Есть и Представительницы Слабого пола Валентина Камсулева Приехала Из южной Столицы Она чемпион Казахстана Подзюдо И участница Олимпийских Игр В Атланте Судейство Пришла Из большого Спорта Занимается Тренерской Деятельностью Судит Пока что Местные Соревнования В дальнейшем Намерена Получить сертификат И перейти К международному Уровню То что мы знаем То что мы судим На чемпионатах Казахстана То же самое У нас правила Одни Мы все Соревнования Судим По международным Правилам То есть Здесь Уже Дается Сертификат Что ты можешь Продолжить Другое Другое Уровень Выйти Казахстан Впервые Стал местом Проведения Такого Семинара По словам Организаторов Это значимое Событие Не только Для Карагандинской Области Но и всего Азиатского Региона С каждой Страны Участвуют По два Участника Семинара Как Казахстан Является Организатором Данного Семинара С нашей Страны Участвуют Четыре Представителя Данный Семинар Целенаправленно Направлен На повышение Уровня Судейства В нашей Стране Потому что У нас Вы знаете Любые соревнования Это в первую очередь Судейство Чем прозрачнее Чем Скажем Оно будет Проходить Тем уровень Соревнований Всегда будет выше Участие В семинаре Принимают Судьи Международного Класса Из Казахстана Кыргызстана Узбекистана Южной Кореи И Ирана 14 октября Им предстоит Судить Встречи Международного Юношеского Турнира Подзюдо Который Также пройдет В шахтерской Столице А имамлина Исламбекусман Андрей Тимофеев Первый Карагандинский Казахстанская Команда Ветеранов Завоевала Семь медалей На мировом Чемпионате По вольной борьбе Который Проходил В Польше Среди Победителей И карагандинец Серикбай Нурмаганбетов В аэропорту Победителя Встречали Родные И друзья Цветы Объятия Поцелуи И поздравления С победой Родные И друзья Встречают Серикбай Нурмаганбетова Бронзового Призера Мирового Чемпионата По вольной борьбе Среди ветеранов Соревнования Проходили В польском Городе Валшбих Всего В соревнованиях Принимали участие Ветераны спорта Из 40 стран Серикбай Боролся В дивизионе Д Это участники Возрастной Группы 50-55 лет В весовой категории До 69 килограммов У нас в весовой категории Боролись Итальянец Японец Россиянин Венгар Литовец Латвиец Поездки Благодарен С моим Старшим братьям Коллективу Которые помогали Поддерживали И вот Я как Считаю Со мной ездил Как мой Личный тренер Наш Директор Школы Который Меня В трудные моменты Поддерживал Помогал Психологически И там Тяжелые моменты Были Я Там В тренировке Получил травму На ноги И в это время Сильно помог Даневик Советович Как личный тренер Всего Казахстанские ветераны Завоевали Семь медалей Чемпионата мира В Польше В активе Нашей сборной Команды Две золотые Медали Две серебряные И три бронзовые Ветераны Вольной борьбы В очередной раз Доказывают Что спортом Можно и нужно Заниматься В любом возрасте Впереди У Серегбая Нурмагометова Амбициозная задача Вновь Принять участие В мировом чемпионате И взять золото Андрей Тена Ужас Габасов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский Это были все новости на сегодня Благодарю за внимание Увидимся в эфире До свидания Редактор субтитров А.Семкин